Сегодня состоялось расширенное совещание работников социальной сферы. О важных итогах мы поговорим в рубрике «На первом плане». У нас в студии Татьяна Веденеева, директора городского информационно-методического центра при управлении образованием администрации города Владимир. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, самый первый вопрос, который обсуждался сегодня при участии и учреждении дополнительного образования культуры и спорта, это реализация проекта «Пушкинская карта». Насколько сегодня уже эффективно заявила себя эта система, знают ли все школьники, все учреждения культуры об этом проекте? Ну, об этом проекте, наверное, знают действительно все школьники, поскольку с предложением создать карту выступил наш президент Владимир Владимирович Путин. И идея состояла в том, чтобы приобщить к искусству нашу молодежь в возрасте от 14 до 22 лет по всей России. И вот у нас сегодня действительно была прекрасная возможность обсудить практику, перспективы использования всероссийского проекта «Пушкинская карта» для организации образовательного процесса в наших школах города Владимира. И, конечно же, для того, чтобы сделать более насыщенной жизнь наших подростков. И сегодня как раз-таки присутствовали представители культуры. Литвинова Наталья Юрьевна, заместитель начальника управления культурой и туризма, как раз-таки и презентовала нам программы и мероприятия учреждений культуры, которые вошли во всероссийский проект «Пушкинская карта». Много ли учреждений культуры подключены к этому проекту? В нашем городе к данному проекту подключено 12 муниципальных учреждений и 115 мероприятий, которые доступны для посещения по Пушкинской карте. Хочу отметить, что эти основные мероприятия имеют абсолютно различную направленность. Это и патриотическое воспитание, и духовно-нравственное, конечно же, эстетическое, музыкальное воспитание, литературное, историческое образование и даже знакомство с точными науками. Подскажите, пожалуйста, какая форма больше всего сегодня работает, когда в частном порядке школьник идёт на такое мероприятие, или всё-таки когда массово от учреждений, например, образования, организуются вот такие встречи с искусством? Ну, наверное, этот вопрос такой индивидуальный, да, то есть кто-то любит действительно в тишине и спокойствии посетить музей, выставку, послушать инструментальное звучание того или иного музыкального инструмента. А что касается образовательных организаций, это прекрасная возможность использовать преимущество Пушкинской карты действительно для организации воспитательного процесса. Вот посещение мероприятий, использование программ по Пушкинской карте, они, безусловно, могут быть включены каждой школой в план воспитательной работы. И задача вот города Владимира в плане использования Пушкинской карты, чтобы каждого ребёнка из виртуального мира вернуть в реальный мир. К сожалению, сейчас у нас дети действительно зачастую находятся в виртуальном мире. И вот организация содержательного досуга, а это именно использование Пушкинской карты, именно этому способствует. Отличный способ профилактики правонарушений в молодёжной среде – то, что тоже является проблемой в нашем обществе. Это в рамках внеурочной деятельности? Конечно, это в рамках внеурочной деятельности, в рамках проведения классных часов. Вообще спектр использования Пушкинской карты, которую предлагает наше учреждение культуры, это очень широкий спектр. Учреждения школы, образовательные организации могут сами, классами, выйти в музей, поучаствовать в мастер-классах, посетить выставки. То есть непосредственно сами могут выйти в учреждения культуры. Но сами учреждения культуры могут и приехать в стены образовательной организации, что тоже очень удобно. Используя различные мероприятия, проводят их в актовых залах наших образовательных организаций, используют музыкальные, литературные, исторические часы. И сейчас мы с вами знаем, что вошли мы с 1 сентября 2022 года в нашу школьную жизнь, просветительский проект «Разговоры о важном». И учреждения культуры здесь готовы оказать помощь и поддержку в проведении именно вот таких разговоров о важном. И детям, я думаю, будет интересно не только послушать классного руководителя, но и людей, которые причастны к истории, причастны к литературе, к культуре. И это немаловажно. И даже концертные программы тоже возможно провести в стенах образовательной организации. Например, ансамбль народной музыки «Вишенка». Многие школы уже приглашали их к себе. И только восторженные отзывы существуют об этом ансамбле. Камерный хор «Распев», городской духовой оркестр. Причем все эти мероприятия могут проходить даже с проведением мастер-классов. То есть ребята могут посмотреть инструменты, потрогать. Ну и элементарные навыки, звучание тоже приобрести. Никуда не выезжая. Никуда не выезжая. В стенах образовательной организации, что крайне удобно. Причем время, которое удобно. Образовательная организация удобна учителю, удобно детям. И учреждения культуры на это откликаются. А кто планирует этот процесс? Кто инициатор? Должен сам учитель, понимая, какой у него спектр задач по внеурочной деятельности, или, в рамках разговора важных? Или все-таки предпочтительно глава учебного заведения должен понимать и решать эти задачи? Вообще у каждого классного руководителя, безусловно, существует свой план воспитательной работы. Но, конечно же, этот план является частью плановоспитательной работы в целом образовательной организации. И, конечно же, эти действия надо координировать, чтобы обязательно руководитель образовательной организации знал о проведении данного мероприятия. Ну и я думаю, любой руководитель образователь организации поддержит классного руководителя в этом мероприятии, поскольку он несет действительно достаточно важную смысловую нагрузку. Где сегодня можно посмотреть информацию о том, какие учреждения, какие программы сегодня можно посетить в рамках этого проекта? Найти информацию очень легко. Достаточно набрать сайт культура.рф. Там есть раздел «Афиша. Пушкинская карта». И переходя по ссылке, мы видим полностью афишу мероприятий города Владимира, именно тех, которые включены в российский проект «Пушкинская карта». Она доступна каждому, каждый может с ней ознакомиться. Скажите, понятно, что те школьники, которые еще пока следуют и с открытыми глазами смотрят учителя, доверяют ему, еще и за ним направляются. А вот школьники, которые старшего звена, да, вот здесь вот сегодня обсуждалось о том, как их увлечь такими мероприятиями, как создать такие программы, чтобы их тоже вовлечь. Мы тоже рассматривали данный вопрос. Но хочется сказать тоже огромную благодарность учреждениям культуры. Каждое мероприятие, каждой направленности, оно адаптировано под ту возрастную категорию, которой оно предназначено. Поэтому любое мероприятие действительно является интересным для ребенка и не проходит бесследно для него. Остается нашим зрителям напомнить, как получить «Пушкинскую карту». «Пушкинскую карту» получить очень легко. Достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать приложение, которое так и называется «Госуслуги культура», и зарегистрировать себя именно там. Регистрирует сам себя школьник? Да, конечно, поскольку он имеет паспорт, он уже достиг того возраста и способен завести свой личный кабинет. Ну а, так скажем, техническую идею самой карты, ее материальное воплощение уже поддержал Почтобанк. То есть, если ребенок хочет иметь не виртуальную пушкинскую карту, а реальную, которую можно поддержать в руках, достаточно обратиться в любое отделение Почтобанк, и он получит на руки уже материальное воплощение этой карты. Ну что ж, будем надеяться, что пушкинская карта дальше будет пользоваться большим спросом и эффективно работать. Но еще одним важным вопросом сегодняшнего совещания стала организация работы групп «Продленного дня». Это уже такая более серьезная тема, да, и я бы сказала, очень насущная. Сама как родитель понимаю, что это востребовано очень, но нет возможности в каждом учебном заведении вот такую группу организовать. Почему сегодня зашел разговор именно об этом? Ну да, вопрос действительно важный, и если говорить вообще о группе «Продленного дня», это явление, которое у нас, в принципе, никуда и не уходило. Впервые о группе «Продленного дня» заговорили еще в марте 1957 года, когда на заседании ЦК КПСС был рассмотрен вопрос о состоянии и мерах по улучшению работы с детьми вне школы и предупреждению детской безнадзорности. И вот с 1 сентября 1960 года на радость всем родителям того времени как раз-таки открылись первые группы «Продленного дня». Ну, 1 сентября 2014 года она была переименована в группу по уходу и присмотру за детьми, но от того, что сменилось название, суть, конечно, осталась прежней. Это форма организации внеурочной деятельности учащихся общеобразовательных организаций. Но опять-таки с 1 сентября 2022 года наша система образования претерпела изменения, в силу вступили новые федеральные государственные стандарты, появились новые уроки, появились новые традиции и появился новый закон в июле 2022 года, который был подписан нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Он привел, вот этот закон, он привел продленку к общему знаменателю для всех школ страны. А как было до этого? Не было регламентировано, чем могут заниматься, был только уход и присмотр за детьми, а сейчас четко прописано, какие виды деятельности должны осуществляться в продленке. То есть четко структурированная и упорядоченная деятельность после урока. Этот закон, который был подписан в июле Владимиром Владимировичем, он вносит изменения в наш закон об образовании в Российской Федерации. Он коснулся двух пунктов. Первый пункт он касается финансового обеспечения, функционирования групп продленного дня. А вот второе изменение, оно как раз таки и коснулось непосредственно открытий групп продленного дня. Обязательно решение принимается образовательной организацией, что не было раньше, с учетом мнения родителей. И тут же было прописано о том, что кроме присмотра и ухода за ребятами осуществляется их воспитание, подготовка к учебным занятиям и могут проводиться физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия. То есть четко структурировано и четко регламентировано нахождение ребят в группе продленного дня после основных уроков. Вы анализировали ситуацию, как сегодня вообще, на сегодняшний день у нас обстоят дела с группами продленного дня в муниципальных учреждениях? Да, конечно. Мы провели изучение данного вопроса по образовательным организациям города. И мы можем сказать о том, что 81 группа продленного дня действует у нас в 35 образовательных организациях. И группами охвачено 1664 ребенка. Ну, если посмотреть процентное распределение по параллелям, первый, второй, третий, четвертый, обычно потребность в группе продленного дня возникает у родителей именно учащихся начальной школы, то, конечно же, львиная доля, 71,5%, приходится на первые классы. Дальше, конечно, процент падает, и он меньше становится к четвертым классам. Но действительно большую потребность испытывают родители первоклассников, то есть тех детишек, которые только закончили садик, которые еще маленькие и не могут самостоятельно оставаться дома, не сформированы, у них даже самые такие простые навыки оставаться одним дома. Поэтому это своего рода поддержка для родителей и помощи. Они, конечно, этому рады. Ну и, конечно, возможности организации групп продленного дня на базе школы, они разные. Не каждая школа может себе позволить открыть группу в стенах самой образовательной организации. Это, конечно же, обусловлено тем, что отсутствуют свободные кабинеты, поскольку школы сейчас у нас, наполняемость школ достаточно большая. Второй аспект, который накладывает отпечаток в этом вопросе, это, безусловно, большая нагрузка, которая ложится на педагогов начальной школы. Зачастую многие работают на два класса, в две смены, и это, конечно, затрудняет работу с учениками в группах продленного дня. Поэтому мэрия нашего города разработала программу по реализации групп продленного дня с использованием дошкольных образовательных учреждений, которые находятся вблизи школы, а также в клубах по месту жительства, которые находятся в тех районах, в которых находится и сама школа. Это прекрасный выход, опять-таки, если потребность в группах продленного дня существует. Что касается, например, реализации групп продленного дня на базе детских садов, это прекрасная возможность действительно организовать деятельность даже с учетом сна, поскольку там есть эти возможности. Дети погуляли, дети поспали, первоклассники особенно после детского сада. Дети подготовились к занятиям, если есть такая необходимость, и очень часто с ними работают как раз-таки воспитатели, которые имеют образование учителя начальных классов, что немаловажно. То есть они недалеки от непосредственно учебного процесса. Ну и то же самое касается клубов по месту жительства. Там, конечно, наполняемость групп чуть меньше, 15 человек. Что касается в группах, которые открываются на базе школ и на базе детского сада, там группа может достигать 25 человек. В клубах по месту жительства там наполняемость 15. Но организация деятельности учащихся во внеурочное время, она ничем не отличается от организации деятельности на базе школ, в ГПД на базе школ, в ГПД на базе детских садов. То есть дети заняты, дети не предоставлены самим себе, а это самое важное. Мы сейчас поговорили про разнообразие форм организации, группы продленного дня. А вот по содержанию, что в самих программах, исходя из той программы, которую утвердил президент, должны быть обязательно? Какие факты? Обязательно, конечно же, это присмотр и уход. Мы сказали о том, что организация физкультурно-спортивных и культурных мероприятий, она может присутствовать, но может не присутствовать. Ну, конечно же, кроме подготовки к урокам, ребята обязательно посещают кружки, посещают секции, которые функционируют на базе школ и используют, конечно, сетевое сотрудничество. У нас школы взаимодействуют, например, со станцией юных натуралистов «Патриарший сад», и они могут посетить мероприятия, посещают мероприятия нашей станции. Они сотрудничают с автомобильной нашей школой, точно так же они посещают музеи Владимира Суздальского музея и заповедника. То есть их досуг действительно организован и, скажем, несет развивающую воспитательную нагрузку. То есть это обязательно. Учебный год уже стартовал. Понятно, раз мы сейчас говорим о развитии этой системы группы продленного дня, как будет в процессе учебного года уже открываться дополнительные площадки, и как можно туда попасть? Ну, если такая потребность у родителей возникнет, конечно же, они могут обратиться к руководителю образовательной организации. И я думаю, у нас любой руководитель, он очень грамотный, компетентный, я думаю, все эти вопросы будут решены. А телефоны образовательных организаций, они находятся на сайтах образовательных организаций, на сайте управления образования, их тоже легко найти. Этот вопрос, вот этот вопрос, он решается индивидуально, непосредственно с директором школы. А дополнительные площадки, говорили о них сегодня на совещании? Да, дополнительные площадки есть. У нас есть школы, которые используют ресурсы платных таких, негосударственных, да, немуниципальных учреждений. Это и центры развития, центр скорочтения. Многие посещают школы, которые, группы продленного дня, которые действуют на базе спортивных клубов. Да, это тоже есть, процент небольшой, но родители, если есть возможность, то они могут посещать, конечно, и эти группы продленного дня. Знаю, что сегодня у директора ДТЮ тоже была своя инициатива. Как они подключатся к этому проекту? Они уже подключились. У нас есть три школы, которые как раз-таки, в которых ГПД именно и функционирует на базе клубов по месту жительства. А поскольку клубы по месту жительства и относятся к сфере влияния ДТЮ, Дмитрий Юрьевич Кавригин, директор ДТЮ, он оказал колоссальную помощь и поддержку в организации групп именно в клубах по месту жительства. И вот работая на перспективу, он уже как бы директоров инициировал на то, чтобы открыть дополнительные группы, если есть такая потребность, в разных районах города. То есть он посмотрел, что существуют четыре клуба, юный флорист, восход, дружба, импульс. И он сам посмотрел, какие школы находятся вблизи данных детских клубов и предложил использовать базу клубов для организации групп продленного дня. Для того, чтобы досуг наших детей был организован полноценно, и у них не было возможности отвлекаться на вредные посторонние вещи. Татьяна Анатольевна, сегодня говорили о каком, в каком районе нашего города, к сожалению, ситуация с группами продленного дня не такая, как у других. Ну, у нас... Вообще группа продленного дня во всех образовательных организациях, они открыты по... Действительно, с учетом мнения родителей, и вот то количество заявок, которое было подано, они все удовлетворены. Кто-то на базе действительно образовательных организаций, кто-то на базе детских садов, кто-то на базе клубов, но они все удовлетворены. Но если будет дополнительная потребность, я думаю, она будет решена. Я думаю, что если будут дополнительные площадки, тогда и потребность будет. Будет, совершенно верно, да, совершенно верно. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас была в студии Татьяна Веденеева, директора городского информационно-методического центра при управлении образованием администрации города Владимир. Татьяна Анатольевна, спасибо огромное. Говорили мы сегодня о развитии проекта «Пушкинская карта» и о группе продленного дня. До свидания. Спасибо вам.